Джууу! Ребятки, это Кирилл. В этом видео я вновь покажу ништячок, который поможет вам очень здорово и натурально затекстурировать объект с быстрой и гибкой сменной текстуры с соблюдением перспективы и геометрии. Начнем! На примере первой фотографии я покажу принцип наложения текстуры на простую сферу с соблюдением ее геометрии. Первый важный момент, всегда выносите объект работы на новый слой. Это позволит более аккуратно накладывать текстуру и не затронуть лишние пиксели фона или других объектов. Второй момент, найти текстуру развертки в интернете, которая поможет вам ориентироваться в правильности наложения геометрии. Беру текстуру, перетягиваю наш файл. И третий важный момент, преобразуем нашу текстуру в смарт-объект и видим иконку в миниатюре слоя. Это объект, который позволяет нам в любой момент времени корректировать или удалять все эффекты, которые были применены на него. Иначе говоря, представьте себе контейнер, в котором находятся 10 стульев. Вместо того, чтобы поворачивать все стулья по очереди, нам достаточно повернуть один раз контейнер. Таким образом, нам не придется миллион раз создавать трансформацию. И если вдруг текстура нам не зашла, что дико экономит время и силы, вызываем трансформацию. Ctrl-T. Понижаем прозрачные слоя с текстурой для видимости объекта. Подгоняем текстуру как можно ближе к сфере. Вот так. И теперь в панели параметров трансформации жмем иконку искажения, и появляется сетка. Начинаем подтягивать главные угловые точки сетки под сферу, после чего уточняем трансформацию с вспомогательными точками. Важно оставить воздух в текстуре за сферой. Не нужно до миллиметра подгонять форму текстуры, иначе могут возникнуть проблемы. Поэтому подгоняйте форму с запасом. Пол сантиметра наружу. Подогнали. Вернем прозрачность слою и поменяем режим наложения на жесткий свет, чтобы светотень нашего объекта проявилась. Вот наш светотеневой рисунок, хоть с этой текстурой и не так явно, но не страшно. Теперь, если выпуклость сферы вам кажется недостаточно сильной, мы можем вернуться в трансформацию, в режим искажения, и подтянуть сетку таким образом, до тех пор, пока не начнет заворачиваться по сфере и уходить за нее. И теперь благодаря тому, что мы вынесли сферу на отдельный слой, мы можем создать обтравочную маску, чтобы текстура действовала только на сферу, нажав с удержанным альтом между текстурой и сферой до появления курсора стрелки и кликаем. Наш объект готов, теперь работа за игрой с текстурами. Двойным кликом по смарт-объекту с текстурой открываем его. Вынесем окошко с текстурой отдельно от всех и расположим как удобно. Галочка в параметрах лупы говорит о том, что размер окна будет меняться с увеличением или уменьшением приближения. Дело вкуса, включу пока. И начинаем работать с предварительно подготовленными текстурами. Перехожу во вкладку с новой текстурой, копирую ее и вставляю в смарт-объект. Чтобы изменения смарт-объекта вступили в силу, сохраним его комбинацией Ctrl-S и видим, как вполне мило легла наша текстура. Если контраст и насыщенность кажутся вам сильными, создадим корректирующий слой с насыщенностью и понизим его. Сохраняем вновь. Результат стал более гармоничным по отношению к окружению. Перетянем еще одну текстуру. Важно запомнить, что все последующие текстуры накладываются в режиме наложения жесткий свет. Если видите изменение яркости текстуры после наложения, вызываем уровни и стагиваем точки тьмы и света до тех пор, пока не будет оптимально. В данном случае точку белого, поскольку наша текстура стала светлее. Примерно так и сохраняем. Видим вновь хороший результат, однако если приблизить, видна разница в резкость. Поэтому советую применять фильтр размытия, который появляется в панельке слоя со смарт-объектом и кликая правой клавишей по нему, выбираем настройку режима наложения и указываем необходимый процент, если эффект слишком сильный. Или напротив, если же картинка кажется недостаточно резкой, увеличивайте резкость. В данном случае оставлю резкость, чтобы резкость в окне просмотра была приятнее для просмотра. Поэкспериментируем еще немного. Добавим цифру. Преобразуем текстовый слой в обычный, нажав по нему правой клавишей, раскрывая текст. Или же любым рисующим или копирующим инструментом по слою, будь это кисть или штамп. Увеличиваем как нам нужно и с помощью Blend If добьемся реалистичности наложения. У меня есть отдельный урок по нему, поэтому рекомендую посмотреть. Ссылка сверху справа. Также подразмоем контур цифры, чтобы не казался слишком резким. Сохраняем. Цифра слишком большая, уменьшаем, вновь сохраняем. Отлично. Таким образом перемещаем цифру, пока ее положение не покажется лучшим для нас или какой-нибудь идеей. Пошаманим еще. Создадим корректирующий слой тон насыщенность. Включим галочку тонировки и выберем цвет желтый, желто-оранжевый. Выделив маску слоя, инвертируем ее и создадим пару полос выделения. И вновь инвертируем. Сохраняем. Видим применение. Вернемся вновь в Blend If и смешаем эти полосы получше. Ну здорово же. Если не хотим оказывать желтый эффект на цифру, просто слой с тонном и опустим ниже слоя с цифрой. И видим более милый результат, как по мне. После того, как вы убедились, что работа с текстурой закончена, можно добавить немного объема. Вынесем на отдельный слой все имеющиеся слои комбинации Ctrl-Alt-Shift-E. И если в версии вашего фотошопа есть 3D-фильтры, переходим к нормалям. Кликаем, настраиваем, как вам угодно. После чего обесцвечиваем этот слой комбинацией Ctrl-Shift-U. И меняем режим наложения на наш любимый жесткий свет. Опять же видим засвет, вызывая уровни, стягиваем точку белого влево. Так вот. И видим увеличение объема, выдавливание. Сохраняем. По-моему четко. В натуре четко. Класс. Можно продублировать слой и усилить эффект, но рекомендую соблюдать умеренность. Работа с текстурой окончена. Также в конце работы вы можете поиграться с самим смарт-объектом, применив на него кривые и настройки Blend If для финальных штрихов. Забыл сказать, если у вас объект бликует, как мая сфера, будучи бетонной, чего не должно быть. Можно перейти на слой с объектом и либо заштамповать кистью, либо выделить блик и с помощью волшебной кнопки Shift-F5 залить его. Урок по этому инструменту у меня также есть. Ссылка в углу сверху. А теперь следующий пример. Теперь я покажу текстурирование кубических объектов. Принцип тот же, разница в первых шагах. Перетащу на этот раз текстуру сетки для понимания наложения. Усилию клетку, чтобы лучше видно было. Преобразуем ее в смарт-объект и трансформируем. Теперь вместо стандартной трансформации я использую трансформацию по перспективе. Урок по которой также есть справа сверху. Создаем сетку такого вида и после ли включаем режим искажения. И начинаем подгонять сетку по форме куба. Мысленно представляем, что наш куб идеально ровный и настраиваем сетку относительно его. Вот так. И заходим в наш смарт. Перенесем в него новую текстуру. Сетку можно удалить. Сохраняем. Возобновим прозрачные слои. Видим грубый результат. Потому что режим наложения нашего объекта нормальный, вместо жесткого света. Включаем жесткий свет. Снова видим перенасыщенное смешивание. Потому вновь создаем тон насыщенность и уменьшаем насыщенность. Также куб кажется темноватым, поэтому создадим кривую и осветим его. Сохраняем. Теперь более приятно. Опять же видим излишнюю резкость. Применим размытие и укажем нужный процент прозрачность. Вернем режим наложения на нормальный и уменьшим прозрачность, чтобы уточнить маску слоя куба. Черным цветом по маске рисуем грубо, чтобы убрать действие с фона. На последнем этапе маску сделаем более точной. Видим резкий контур. Это потому, что не углядел. И недостаточно корректно трансформировал. Но поскольку у нас смарт объект, я могу подкорректировать это. И начинаем всячески накидывать разные текстуры и наблюдать, насколько симпатичный выходит результат. Опять же, последующие текстуры в режиме наложения жесткий свет. Также циферки. Сначала одну. После вторую. Скопируем стиль слоя единички, кликая по слою правой клавиши. Скопировать стиль слоя. И вставляем в слой с двойкой. Кинем асфальт. Также режим наложения жесткий свет. Убавим прозрачность, чтобы ослабить текстуру асфальта. Отключаем, включаем нужные слои и регулируем прозрачность. Дикая гибкость в работе позволяет добиться бездонных вариантов текстур. Ставим текстуру дерева. И надо же, смотрится вполне круто, несмотря на изначальную корявость текстуры. Подсветим дерево для большей гармонии. Сохраняем. Чудненько. И финальный этап уточняем нашу маску как можно точнее. Ну и на вкус можете создать корректирующие слои высшей текстуры. Обтравочную маску создать. И играться с цветами и чем угодно, периодически заходя в Blend If. На этом все. Практикуем, экспериментируем и создаем свои текстуры для фотографического бытия. Подписывайтесь, содействуйте. Пока. Продолжение следует...